Приветствую, дорогие друзья, также новые зрители канала Заброшенная Россия. Мой канал рассказывает о наших российских деревнях и людях, живущих в них. И сегодня я нахожусь в деревне Гавриловка, Абдулинского района Оренбургской области. Как всегда будет интересно, смотрите до конца. Поехали! На въезде в деревню увидел первый домик и очень захотелось с него заглянуть. Может, живут? Или дачники приезжают? Да, домик закрыт, кто-то сюда приезжает. Домик, конечно, красивенький. Старенький, самое главное. Рассыпается уже, но закрыт. Не кусается? Смотрите, не следят? Это маленькая кусается. А, да? Мне не кусил, повезло. А вы что? Айкино снимай про ваш деревню. А, про деревню? Вы местный житель? Я приехал же сам. Приехал. Не давно, что ли? Ну, уже давно приехал. Откуда? В Казахстан. Да, москетчик вашу видел. Едет доходок? Еще нет. Еще не отремонтировал. Какого года? Ой, он уже старинный. А то я старый машинный коллекционер. Увидел сразу, глаза бросил. Думаю, надо тебя спросить. Жить много здесь деревня? Нет, мало. Сок человек. Человек, наверное, 15 будет. Магазин Куба здесь нету? Магазина нету. Ездим за продуктами в город. Самый старый житель, кто здесь? Старожилы вот здесь. С той стороны вот живет. Генка у нас, лесник. Он и родился здесь. Старики были, все вот поумирали. Дома продаются здесь? Так, пример, сколько стоит, интересно. Я вот за 50 купил. Ну, это раньше. Сейчас это дорожное нужно, да? Не знаю. Старк-машин никого нет уже больше? Машин. Вот у него еще москвич. Да ладно. Там стоит на... Отсюда увидишь, если обойти. Отсюда увидишь уже. Я тоже с песиком, может, поэтому боится. Нет, он на всех. Вот у него москвич стоит. Ух ты. Этот москвич его тестя. Ага. Он на тракторе ехал, зацепил этот москвич. Я за рулем сидел. И мы лет 20 назад, как поставили, так и стоит. 20 лет он так и стоит. Он сейчас в городе живет. Этот дом пустой. Пустой. Больше нет машин старых здесь, да? Еще, да, вот эти вот, по-моему, наши два москвича. Больше ни у кого нет, по-моему. Ясно. Больше ни у кого. Ладно, как зовут вас? Меня Игорь зовут. Спасибо. Да, друзья, маленькая деревушка и два старых москвича. В общем, друзья, если у кого-то стоят такие старые машинки, то пишите, звоните. Я бы себе такой музей приобрел бы. Москвичонок. Какие номера? Ух ты. Боба. Как я люблю старенькие. Жалко, конечно. Москвичонок тут загибается. Два номера. Саня. Ну, ну, да и так более-менее целы. Осы, правда, там уже развелись. Сандалик тут забыл. Интересно. У меня такого нет еще. Почему-то. Четырестдесятый есть в музее у меня. Четыреста двенадцатого, к сожалению, пока нету. Сколько здесь саней? Раз. Телега два. Саня три. Четыре. В общем, полный набор тут. Четыреста двенадцатый, Дмитрий. Ну что, пойдем дальше, с кем-нибудь пообщаемся. Здравствуйте, не продает его? Понятие. А вы местная жительница? Скажите, сколько здесь раньше жителей жил в селе? Сынок, я тебе не могу сказать, но довольно-таки много. От начала деревни иди до конца. Ну, самый старый, что остался? Вот иди до конца деревни, да иди. По правой стороне хороший, красивый дом. С тем соседом можешь поговорить. И там рядом Геннадий Степанович. Ну, ему тоже 60 с небольшим. Ты где? Сынок, я 30 лет под столеным. Под столеным, да? Да. А сколько жителей, получается, здесь осталось? Человек 19. Спасибо. Да, друзья, настоящая наковальня. Старинно. У меня такой нет в музее. Тиски старинные. Классные. Маленькие есть? Боихих больших меня нету. Увидел, друзья, тут центр деревни. Малюсенький деревянный домик. Старенький с кольцом. Оказывается, это у нас гавриловский фельдшерско-акушерский пункт. Представляете, как раньше это все выглядело? Конечно, сейчас уже не работает. Вот такая больничка тут была. Естественно, сейчас уже не работает. О, домик симпатичный. Поехали, дружок. Друзья, как вы знаете, уже более 20 лет я занимаюсь поиском с металлоскателем. И в этом году, в начале нового сезона, решил себе приобрести новый прибор. Для этого я приехал к своим друзьям, к компанию MDR-Gion, которая находится в городе Самара. Я, друзья, решил приобрести последнюю модель фирмы Minilab. Прибор называется Montycora. Вы очень часто спрашиваете, какой прибор купить для начала поисков. Скажи, какие сейчас модели самые популярные? Появились новинки Minilab Equinox. 900 и 700 модель. Востребованные, популярные. Как и Montycora, оснащены карбоновой штангой. У Equinox 900 в наличии, помимо 11 катушки, также присутствует снайперка. Друзья, почему я работаю с фирмой MDR-Gion? Потому что она более всех представлена в России, даже и за границей филиалы. И я знаю, что в любом крупном городе России можно приехать в какой-то отдел и купить самое необходимое для поиска. Друзья, чтобы купить металлоскатель, не обязательно приезжать к фирме MDR-Gion, а можно зайти к ним на сайт. Суточку на сайт я укажу в описании. Можно зайти, выбрать, оплатить и получить металлоскатель доставкой. Это очень удобно в наше время. Сейчас я подъехал в самый центр. Вот точно домик заброшенный. Сам Анны. Здесь никто не живет, здесь никто не живет. И вот домик. Ну, там, возможно, кто-то и обитает. Но попробуем кто-то в доме взглянуть. Посмотрим, как тут выглядели домики в старину. Из глины и соломы. Открытый. Ух ты. Да тут прям заходи, живи. Интересно. С виду домик, конечно, намного хуже выглядит, чем снаружи. Видно, что когда-то домик горел. Ух ты. Печка красивая. Красивые цветочки. Иконочки. Кто-то сюда, наверное, отдыхать приходит еще. Девахи. Заметил, печку разобрали, но здесь все подмели. Видите, кто-то тут убирается постоянно. Зачем-то. Старый замок. Замочище. Ух ты. Молоточек, наверное, плотницкий, маленький. Что-то у нас в печке осталось. Старинное. Что тут не забыли? Ух ты. Тут подвал у нас был. Что у нас тут? Ух ты. Ухват. Остался старинный. Печка еще живая. Симпатичная. Раньше какой вид был красивый. Смотрите, друзья. Открываешь утром, а тут такие просторы. Оренбургские. И закрываешь. Фух, так прохладненько здесь. В жару даже уходить не хочется. Но надо ехать работать. Не кусается? Скажите, а Геннадий где живет? А, там дальше еще деревня идет. Я думал, ваш последний. А вы местные жители? Я, да. Я вообще фильм о вашей деревне снимаю. Скажите, а сколько вообще раньше здесь человек жило? В советские времена. Я точно не знаю. Не училась. Я только приехала в матери. Я вообще в другом городе училась. Родилась здесь. Ну, когда вот маленькие вы были, сколько здесь людей жило? Здесь от начала деревни до конца деревни. Как тут живется? Как живется? День прошел. Ну, уже сейчас сколько здесь лет живете? Лет 20, если не хочется. А белая лошадка ваша? Белая, да. Что вы делаете? Да ничего. Ну, в смысле работаете или так для красоты? А кто самый старый житель здесь? О, старые жители уже все померли. Самый старый, наверное, Геннадий Степанович, моя мамка. Да, друзья, женщина немножко неразговорчивая, но что-то интересное узнала. По крайней мере, что здесь самая старая бабушка и ее мама. В общем, захотел с ним смотреть коняшку эту красивую. Красивая. Иди ко мне. Хочется мне красиво стогасировать ее, потому что вообще очень редко можно лошадей увидеть. в деревне, а? Белых тем более. Фотографии шикарно будет. Артис там из машины просится. Хороший, хорошая лошадка. Хорошая. Вот настоящая деревенская жизнь. Курочки, петушки. Эхо, друзья, что я тут увидел? Вы такого давно не видели? Потому что даже я такую редко встречаю. Это просто сказка. Вы только на это посмотрите. Смотрите, какой домик с соломиной крышей. Ведь когда-то он жилой был, а таких домов сейчас уже не встречишь. Это вообще, можно сказать, раритет. Здесь, кажется, кто-то живет. Сейчас мы спросим, что внутри там. Может быть, получится зайти. Рядом тоже домик. Живут там. Здрасте! Меня Алексей зовут. Виктор. Кино про вашу деревню снимаю. Скажите, этот домик жилой раньше был? Ну, раньше. А кто там жил раньше? Мы жили. Вы жили, да? Родились с ним, да? Сколько вам лет? 63, да. Я кино про вашу деревню снимаю? Ничего. Вот интересует, что как здесь раньше было? С кем живете? А где ваши все? Мать померла, отец помер. А жена дети? Женой развелись. Дети там, в городе. В Кавдоле, да? Нет, в Варенбурге. А, в Савдоле городе. Ну, я туда уйдем, там работал. Давно вернулись? Да, куда деваться. А в этом доме, получается, не жил, да? Мать жила. А. Мать померла два года тому назад. Как лет было? 93. А отец раньше, 72 было. Заменили маму здесь? Ну да, а что оставлять? А в городе сколько прожили в Варенбурге? 35-38. Не жалко было приезжать? А что жалко? Жену развели, что там делать? Начало после городской жизни в деревне оказаться. Да, и здесь какая разница. Здесь что есть? Газ есть, вода дома. Дети приезжают? Нет, никто не приезжал. Почему? Ну, не хотят, может. А внуки? Внуки тоже не приезжают. Ну, руки обещали, не знаю. Каким работали в Варенбурге там? В гуре не работали. А, летянька. Пенсия хорошая, можно расслабиться, да? Ну да, пенсия пойдет, мне хватает. Ну скажите, сколько здесь вообще раньше людей жил в деревне? Ой, народу много здесь было. Да всегда много было. А почему Гаврилка называется, не знаете? Чуть как угодно Гаврила. Хозяйство есть у вас? Нет, ничего не вижу. Не скучно? Да нет. За ними смотреть надо, готовить надо им. Кормить там. А надо, мне пенчик хватает, пошел купил. А скажите, вот раньше, когда вы говорите, в 20 лет отсюда уехали, самый такой счастливый момент в жизни, когда у вас был? Самые яркие годы, какие вспоминаются? Ну, когда гости приезжают, на самый яркий. У меня там братья живут, сестра там. Да. В Олимпухте. Все, с каждым годом все меньше и меньше здесь жителей. Менее чего я посчитал и талкет, разбился. Человек 20 осталось. Не боитесь, что ран или поздно заоделить здесь можете остаться? Нет, не страшно. Я думаю, я могу, может, раньше уйти. А в этот домик можно идти посмотреть, как там внутри сейчас в Соломиной? Там вход есть? Что там осталось от жизни? Да ничего там не осталось. Да просто, смотри, как вы раньше люди жили. Ну, выходи. А какого года он постройки вообще? Ой, я даже не могу сказать. Сейчас вообще, вот я сколько ездил по области Соломиной крышами домов вообще не осталось. Это последний, я хотел в этом году разобрать его. Печерую. Баню хочу сюда поставить. А я смотрю, кто-таки дома из Деева строит, кто-то из Самана? В чем разница? В основном, Соломана строит. Это дерево только вот этот, как его. Прикорка пристроит, да? Да, пристроит. А так сама идут. И в каких-то годах именно строили дома из-за этого? Я маленько помню, в каком году. Мне года три, может быть. Да, я помню, они переезжали, когда сюда. Родители гуляли, там потом. А вот стархустагафия случая здесь нет деревенских. Ну, это зайдите-то, а не все на стенки. Может, по-своему, да? Интересно, как раньше, что-то обстановочка была. Что с ногами? Да вот, у меня сломано было. Вчера, палисаник зашел, начал. Ух ты! Маленько неправильно. Сейчас, опухла. Вчера нормально было, все не встал, не могу идти. Собачка, зайду ли? Ух так. Чистенько, уютненько. Сколько фотографий у вас тут. Да, смотрю, весел, тут раньше было. Это вот здесь, да, получается? Нет, это нет. Здесь. Это у нас. Ну да, здесь. Что за гулянка? Так, 8-й шкетман был. Фотографии, там, там фотографии. Там по старой фотографии. Тоже старые. Если кто расписывается, вы, да? Нет, это. Нет, это сейчас. Ага. Вот на этой фотографии кто? Дед, бабка, отец. Ваша, да? Да, я, мать. Ух ты, здесь у нас фотографии. Старые тоже. Да, хорошо храните. Так, вон фотографии, там мать. Старые уже. Это брат, этот дядька. Взементай вяжел. Там старые, там похоронные основные. Да, фотографии у вас прям очень много. Холостяцкая берлога у вас тут, в общем, да? Ну, здесь старые фотографии. Черные, белые. Вот эти вот они расписывают, которые смотрел. Это мы гуляли на 8 лет матери на нас. Это, я не помню. Все старые, что ли? Старые. Школу, да, еще? Да, школу. А вот 70-й год, после экскурсии, последний год работы в Гавриловке. Это Гавриловке. Это школа была здесь, да? Да, вон школа, тополя. Ничего не осталось от нее, да? Ну, тополя только остаюсь еще. То есть вот шмель живет. Да, это баба уже. Он не кусается? Там не кусается. Кусается, да? Там не кусается. Ехиме он на улице. Как человек? Ну, ладно, всего хорошего. Ну, ладно. Может, родственники кино в вашей деревне увидят, приедут к вам. Соломинный домик загляну. Это крайняя дверь идет. Ага. Ух ты, шмелей, ссылка. Чуваш, не хочешь поймать, шмеля? Да, друзья, вот такой вот у нас домик. Самый настоящий. Саманный с соломенной крышей, где жили люди еще раньше. послевоенные годы. Послевоенные годы. Где тут у нас вход? Это вообще редкость. Ух ты. Вход-то какой. Арчи, даже для тебя есть. Иди за розетку. Иди, иди давай. Иди. Иди. Ух ты, друзья. Словно в прошлое попал. Теперь скажите, кто из вас жалуется, друзья, на плохие жилищные условия. Я вам покажу, в каких условиях жили наши предки. Вот в таких вот домиках. В таких низеньких. Да, друзья. Вот даже палата, что они называются, белье сушили. Остались. Здесь иконы раньше стояли. Здесь, конечно, корка уже. Даже чердак есть. Что там потом расскажете. Да, друзья, мне несказанно повезло, потому что скорость в домик уже разберут, и он вообще осыпется. Поэтому вообще, можно сказать, редкость. За долгие годы я первый раз увидел домик с соломенной крышей, в котором можно еще зайти, в котором жили люди. Обалдеть, друзья. Смотрите, даже здесь ручки какие стеклянные или пластиковые. Красивые даже остались. Защелки. Все, по-человечески было. Бельеоны, видите. Обои остались. Это была комната. Это была у нас кухня. Обалдеть. Вот даже осталось отготовки. Целый музей. Красотища, красота. Да, настоящее путешествие в прошлое. Все потихонечку уже тут обваливается. Скоро рухнет. Вот дедушка. Керзовые сапоги остались. Большой курятник, в общем, здесь был. Здесь выход есть у нас? Пошли. Да, друзья, словно сказки побывал. Невероятные ощущения. Обязательно этот домик надо запечатлеть на фото. Для истории. Вот так вот, друзья, у нас получился фильм. Надеюсь, вам понравилось. Как всегда, поделитесь своими эмоциями, ощущениями в комментариях. А если возникли вопросы, обязательно пишите мне в соцсетях. Ссылки на них вы увидите в описании этого фильма. До новых встреч, мои дорогие. Пока.